всем привет дамы и господа я раз снова приветствовать вас на канале муха не сидела мы решили немного поменять формат потому что длинные видео очень сложно смотреть людям особенно если они приходят после тяжелого рабочего дня сконцентрировать внимание на чем-то длинном там 10 20 минут на видео это сложно легче смотреть видео по 5 минут да кстати сейчас обращаясь к тем кто пишет в комментах типа сходи к логопеду кортавый шепелявый с такими дефектами вообще нельзя лезть на youtube я вас прекрасно понимаю и я обязательно схожу к нему почему же до сих пор этого не сделал дело в том что у меня сейчас есть некие проблемы с военным делом то есть с армией и сейчас у меня все мысли о том как бы не загреметь в армейку я просто не очень хочу терять связь с внешним миром терять работу потому что если я иду в армию на год олег естественно наймет кого-то другого а если я приду то как бы он же не сможет кого-то другого выгнать поэтому как бы я буду уже не нужен поэтому как бы вами мне сейчас нельзя у меня сейчас как бы идет небольшое дело производства как только она завершится я надеюсь завершить его где-то до января-февраля и после этого сразу найду найду хорошего логопеда и обязательно к нему схожу так что ребята это вот дело времени что же сегодня у нас на взоре как вы могли из названия ниже почитать это игровая клавиатура от бренда corsair для начала скажу какое лично мое отношение к этому бренду я этот бренд уважаю потому что они не делают херни но у них очень дорогие продукты например у меня стоит водянка от corsair которая стоила блин что-то около 10 12 тысяч я и правда вырубил на авито что там чуть ли не за треть цены в общем она обошлась недостаточно дешево и у меня стоит оперативка от corsair она кстати тоже стоила дороже чем аналогичные примерно такие же варианты от брендов таких как кинстон патриот кройка у и так далее я устану перечислять почему такая цена видимо за качество не знаю может быть еще накрутка бренда идет но в принципе цены у них завышены то есть если взять клавиатуру там мышку ssd диск оперативную память все завышено чем у других конкурентов но ты переплачиваешь не просто за имя бренда и переплачивая за дизайн за быстроту работы за надежность за качество все эти факторы в совокупности тянут к приобретению продукта фирмы corsair но все-таки если денег нету как бы если деньги есть то я как бы переплачиваю и покупаю продукты от фирмы corsair если нет денег я покупаю продукты других брендов то есть и как бы сейчас ролик не проплачено не заслали мне клавиатуру и мышку вот как бы прикольно да но я не говорил то есть я сам на самом деле написал я написал типа предоставьте клавиатуру и мышку давно хотел потестить таки окей без проблем то есть кстати корсары в этом плане лояльный бренд никаких личных вопросов они даже не стали проверять муха не сидела вообще я к нему отношусь к этому каналу или нет то есть они взяли прислали мне клавиатуру и мышку что в совокупности там больше чем 20 чем-то тысяч рублей сразу же говорю что эти продукты стоят бешеных денег то есть я буду прикапываться каждой мелочи но сразу спойлер мелочей будет немного они есть но их будет немного ладно погнали что ли клавиатура корсар к 95 полностью механическая это верхняя модель и в линейке клавиатур вы можете меня поправить если я не прав но я не нашел на их сайте клавиатуру дороже и круче чем это то есть я выбирал то есть мне дали выбрать типа выберите клавиатуру и мышку я такой окей точнее нет мышку не дали выбрать мышку сказали типа пришлем для ммо игр потому что я клаву все-таки попросил для вы можете так как я в последнее время очень часто начал играть и world of warcraft и понял что без макросов никуда как только я зашел на pvp я понял что без макросов никуда потому что меня сразу вы и вот я попросил эту клаву она мне пришла вот буквально недели две три назад то есть я и пользуюсь достаточно давно а и так как я пользуюсь и уже достаточно давно я уже готов сделать какие-то выводы вот знаете чем я бесит меня бесит обзорщики которым присылают клавиатуру там мышку телефон на обзор они юзают девайс ровно один день там не знаю может быть пару-тройку часов и сразу делать него обзор за пару-тройку часов и даже за день и даже за два нельзя сделать полную картину нельзя составить полную картину своих ощущений так как в первые три-четыре часа ты на эмоциях ты можешь слишком расхвалить а потом попользуешься недельку или две и найдешь там определенные минусы и такой блин я как-то неправильно сделал а потому что подписчики потом меня будет в комментах обвинять в том что я вру в том что я нечестный обзорщик том что я продался и вот поэтому как бы девайсы нужно тестить несколько недель это кстати даже небольшое обращение компаниям которые ссылают девайсы на обзор и говорят где наш обзор то есть нам на муху частенько пишут типа где наш обзор а я отвечаю что вот еще не готова мы еще не достаточно протестили иногда находятся такие люди которые пишут да ладно вам тесте типа давайте запишите уже и выкладывайте нам понимаете срочно у нас типа дедлайн скоро пик продаж и нам нужно чтобы вы выпустили ролик мы такие нет извините но у нас честный обзор то есть реально муха не сидел должен быть одним из самых честных каналов на ю тубе в плане обзоров смотришь иногда розетку . ю и и нет ничего сразу говорю не имею ничего против этого канала чуваки классно снимают большинство обзоров у них очень клевые и очень правдивые но иногда сразу понимаю что денег заслали а потому что вот чувак делает обзор на телефон там типа ну и телефон живет там ну это ну типа три дня а у тебя такой же телефон ты такой смотришь да что-то он даже и дня не проживает вот так что муха не сидела должен быть один из самых честных каналов ладно уже давайте приступим к обзору потому что я говорил про изменение формата там пять минут и в итоге я сижу базаре тут уже минут 7 наверное но ничего это первый ролик следующие будут короткими сама клавиатура поставляется вот в такой вот картонной коробочке достаточно большой с красивыми глянцевыми принтами но и сразу говорю я по коробке никогда не служу вот давайте тогда сразу коробочку отложим и сразу же посмотрим на клавиатуру сразу же мы видим что она занимает охренеть как много места я оговорюсь на вот этот вот мой ковер от бренда не буду показывать бренд чтобы не сочли за рекламу потому все таки как-то я делаю обзор на корсары а и тут бренд вот я буду закроем мыши и другого бренда и даже закрою вот так вот этот ковер он размером 80 сантиметров на 30 сантиметров и вы видите что это клава занимает блин большую часть ковра у меня дом и все остается вот столько пространства но блин это все-таки мы мощная клавиатура с большим блоком макроклавиш если вам этот блок не нужен вы можете присмотреться к модельке стрейф rgb или к 70 rgb а если же ваш бюджет ограничен либо вы хотите просто что-нибудь попроще то можете присмотреться к модельке к 65 не имеет никаких макроклавиш не дошпом подсветки нет но она просто выглядит круто и металлический корпус вся фигня конструкции скелетон вот клавиатура имеет целый блок макроклавиш 18 штук на каждую клавишу из этого блока вы можете записать скрипт макрос или вообще перенести любую кнопку с этого блока с основного на макроклавиши у меня например а вот этот блок нижний используется для премьера то есть в адоб премьере у меня есть команды я перенес их вот на эти кнопки клавиатура имеет конструкцию скелетон то есть клавиши не утоплены в корпус а они как будто бы возвышаются это прикольно сразу вам скажу что чистить эту клавиатуру это полный трэш вы думаете почему она у меня такая чистенькая раз я пользуюсь и уже около двух недель короче суть в том что вот за две-три недели я уже не помню честно сколько она у меня находится она изрядно засралась потому что дома пыль на пыль оседает я короче думаю ну как-то некультурно показывать людям засранную клавиатуру дай-ка я ее почищу сегодня я снимаю все кейкапы кстати ушло времени достаточно дофига пока я снимал их мы пока прочистил саму клавиатуру ушло где-то около часа и пока я поставил их обратно ушло еще около получаса и блин по моему мне нужно купить баллон со сжатым воздухом так что сразу готовьтесь к тому что чистить ее будет полный ад клавиатура имеет полностью алюминиевый корпус а вот эта подставочка из прорезиненного пластика она снимается очень легко берете вот так вот и отсоединяете ее она крепится вот здесь вот вот такими винтами но можно не зажимать винтами можете просто ставить она нормально держится я же предпочитаю все-таки играть и работать с ней потому что без нее как бы рука ложится у меня ковер 5 миллиметровый и вот здесь вот у меня постоянно затирается так ты взял вот так вот защемил папа все сидишь у тебя рука вот на этой поверхности и не затекает только единственный минус рука начинает потеть все-таки резина и кожи это не очень совместимые вещи клавиатура построена на совершенном привычным муть нам тем кто юзает механические клавиатуры переключательных от cherry mx вообще я только за чтобы производители использовали переключатели cherry mx потому что блин но они уже проверены временем вот например новые переключатели у razer они сколько им год-два и я не знаю сколько у них ресурс говорят 50 миллионов нажатий но блин я проверять не буду вот так шелкать вот а cherry mx они уже сколько 10 лет на рынке и все их юзают нормальные не отказывают в данном случае это cherry mx brown но не совсем обычные они rgb то есть корпус у них прозрачный и используется smd светодиод самый сок этой клавиатуры в том что она выглядит невероятно эффектно из-за того что используются новые переключатели cherry mx rgb с прозрачным корпусом и каждая кнопка подсвечивается не только вот здесь но она еще подсвечивается снизу то есть создается эффект как будто бы под кнопками находится массив светодиодных лент это очень прикольно выглядит и конструкция скелетона тому способствует также отмечу что лично для меня было удобно это вот это вот колесико это колесико металлическое кстати с насечками является регулятором громкости очень быстро можно и удобно повышать и уменьшать громкость не нужно тянуться в правый нижний угол в windows и чтобы изменить громкость когда блин тебе это нужно например неровный какой-то баланс фильме как началась и музыка перед ты ее взял опустил либо ты можешь взять нажать эту кнопку и просто вырубить звук здесь также имеются две кнопки одна из них для выключения клавиши windows то есть игровой режим а вторая регулирует яркость подсветки клавиатуры в общем удобно здесь имеется блок управления треками в плеере но так как я в основном слушаем музыку дома из контактика то вот этот блок мне никогда не помогал теперь давайте перейдем в программки для детальной настройки этой клавиатуры потому что использовать ее без программного обеспечения очень глупая весь потенциал клавиатуры вы никогда не раскроете сразу видно что утилитка очень красивая детально сделанная над ней постарались то есть корсар сделал все они на вот об это вот этой программки она очень красивая но она пока что и не юзабельно потому что некоторые функции вот именно с этой клавиатурой не работают то есть не допилили бета на то и бета в окне профиле мы можем создать либо импортировать профили я слишком ленивый чтобы создавать профили так что я скачиваю вот у меня там например для кс гоу есть какой-то тетка скачивал чтобы поиграться так давайте перейдем к профилям которые у меня уже закачивали я тут побаловался немного ну потому что клавиатура прикольная красивая я решил посмотреть что она могет я скачал пара профилей там для дума для кс го вот например возьмем профиль кс го у профиля есть под профиля то есть в каждом профиле вы можете вы можете использовать еще 10 20 30 под профилей как только вы нажимаете на под профиль и в меню подсветки сразу же отображается предпосмотр того как это будет выглядеть вот эти вот здесь вот он выглядит намного лучше чем самой клавиатуре меню назначения вы можете посмотреть какие макросы в данный момент на какой кнопки зарегистрированы а то есть можно найти в действии у меня здесь пару профилей я их называл как видите так и назвал чтобы применить макрос на любой кнопок нужно его просто перетащить вот например на на g18 перетащим этот макрос что это за макрос можно посмотреть в действиях вот например вот этот вот макрос так у нас тут нажатие backspace там задержки всякие можно писать то есть в принципе настройка куча можете там текст нажатие клавишки 5 выставить таймер мышку вот то есть в принципе эта клавиатура это самая-самая навороченная клавиатура в плане макроса в плане настройки подсветки что у меня было меня в принципе было немного клавиатуры у меня была рейсер блок виду ультимейт точнее была обычная блок виду потом который я переделал под ультимы потом ракетовские клавы и тестил я олега red square клаву и вот это самая навороченная из них но блин и стоит она не 8000 рублей не 4000 рублей давайте подведем итоги про минусы не сказал сейчас скажу про них первый минус который меня не устроил но это лично моё это то что кабель несъемный в такой клавиатуре которую в принципе можно брать с собой хотелось бы чтобы кабель был и висбистом то есть в принципе ничего сложного нету сделать и избе разъем да и сделать и избежный кабель второй минус это то что нету избе хаба и какого-нибудь входа для микрофона для наушников это тоже не очень приятно потому что в принципе вот в разрезе black виду прекрасно реализована идея хабов когда ты можешь воткнуть прямо в клавиатуру там не знаю мышку либо ватнуть флешку какую-нибудь и реализовано то что ты можешь прямо в клаву ватнуть наушники ватнуть микрофон чтобы как бы это тебе не мешалось и было всегда под рукой чтобы ты мог если что быстро переткнуть третий минус в том что ее сложно чистить то есть реально эта конструкция скелетон из-за того что клавиши возвышаются над корпусом получается что между ними то мало пространства и мне присоществить ее ватной палочкой смоченной спирте это было крайне неудобно и очень много времени занимала кстати если кто знает быстрый способ чистки клавиатуры но чтобы ее не убить пишите в комментариях обязательно почитаю реально очень интересно потому что каждый раз вынимать кейкапы и и ватной палочкой там смоченной спирте это очень долго и муторно потому что блин у меня времени казенное мне монтажить надо и плюс там еще и олегу снимаете помогать вот из плюсов я бы сказал цена знаете почему потому что если вы покупаете такую клавиатуру то вы берете ее во первых лет на пять десять то есть механическая клавиатура вот такая вот как у corsair там не обязательно кассирно вот именно такого типа прослужит вам не менее пяти лет вот у меня например у девушки который я отдал клавиатуру razer black widow ultimate на живет уже больше пяти лет а так как corsair все таки сделано много качественнее там и металл используется и более качественный soft touch пластик то проживет она больше пяти лет и во-вторых блин ну подкопите и понимаете что такой продукт не каждый себе захочет купить потому что ну люди в основном покупают более дешевые вещи а потом но и почему же они купили либо говно либо почему вот у него круче моя политика в данных вопросах она уже построена то есть если у меня есть выбор купить что-то подешевле например там на пять тысяч рублей или переплатить но эта вещь которая я буду пользоваться очень долгое время то я честно слова переплачу потому что чтоб я впоследствии не жалел что я вот тогда не переплатил и теперь у меня не такая крутая вещь то есть честно я советую вам реально всегда переплачивайте за вещь которую вы будете пользоваться долгое время а через там пять месяцев вы и забудете про те деньги понимаете деньги которые шли их уже нету а переплатили бы тогда а сейчас у вас уже новые деньги и у вас уже есть продукт крутой круче того чем вы могли купить и за 8000 рублей за 10 тысяч рублей то есть реально если кто-то думает купить ли ему что-то подешевле но есть лишние деньги сейчас вот то купите честно вот такую вот советую прямо советую а если кому-то не нужен вот блок макро клави что покупайте corsair strafe rgb к 75 rgb либо к 65 rgb либо обычную то есть если вам не нужна вот эта приблуда на самом деле она добавляет к цене очень много если вы не игрок в офф или там кс 1.6 это на самом деле в кс 1.6 макро стены особо не нужны то советую вам присмотреться более дешевым моделькам они ничем не отличается кроме отсутствие вот этого макро блока вот такой вот коротенький обзор надеюсь что я ничего не забыл сказать опять же говорит что к логопеду я схожу но типа понимаете после военных дел если меня не заберут а то ко мне приходит уже бывает по утрам будет меня и вручает мне повестку я боюсь что они скоро до меня все-таки доберутся если они успеют сделать свои дела вот но к логопеду обязательно схожу ну вот только найду нормально обязательно то знаете ходил я уже к логопеду такую херню утворила реально какие-то электроды ко мне подсоединял в общем очень было крипово на самом деле вот еще закачал бы меня чем-нибудь я сдох бы ну его на нормальный логопед это платный логопед нужно будет раскошелиться и потратить некую часть своей зарплаты на хорошего логопеда вы все правы то есть реально это я такой мудак который не ходит к логопеду вам приходится меня слушать так что можете смело лепить дизлайк мне хуй с вами был серёга подписывайтесь на канал подписывайтесь от канала ну все-таки подписывайтесь ставьте лайк или дизлайк лучше лайк следующий обзор будет на мышку от корсары почему я сейчас эти не пользуетесь мост заметить что у меня здесь мышь которого производители а дело вот в том что моя девушка увидела что на корсарской мышки очень большой блок макроклавиш и нагло забрала себе под фрагорию говорит там макросы нужны я такой ну ладно ладно потом я тебе заберу на время обзора мыша классная всем пока